Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей, Святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня. Какие бы я ни получал известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душою и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя. Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами. Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все неспослано Тобой. Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом семьи моей, никого не смущая и не огорчая. Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня. Руководи моею волею и научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. Аминь. Аминь. И тот час понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его идущего по морю, встревожились и говорили, «Это призрак!» и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, «Ободритесь, это Я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ, «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Он же сказал, «Иди». И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал, «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему, «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали, «Истинно Ты, Сын Божий!» И, переправившись, прибыли в землю генесаретскую. Словом «понудил» показывается, как неразлучны от Господа ученики. Они хотели всегда быть с Ним. Отпущение народа означает, что Господь не хотел сопровождения, чтобы не показаться честолюбивым. Показуя нам, что должно молиться без развлечения, восходит на гору. Ибо все делает для нас. А сам Он не имел нужды в молитве. Молится до позднего времени, научая тем нас нескоро оставлять молитву. Но совершать ее особенно ночью, когда бывает наибольшая тишина. Попускают ученикам бедствовать на море. Да научатся мужественно переносить искушение и допознают силу его. То, что корабль был среди моря, показывает наибольшую опасность. Не тотчас предстал им для укрощения бури, но уже около четвертой стражи, научая таким образом нескоро просить удаление бед, а переносить их мужественно, с благодарением, и потом, когда уже много пострадает, просить избавления от напасти. Ночь разделяла супреемственно стерегущих воинов на четыре части, так что каждая из стража содержала три часа. Итак, Господь предстал после девятого часа ночи, ходя по поверхности воды, как Бог. Ученики же, видя столь необыкновенное и дивное дело, почли это за привидение, ибо не узнали его по виду, как по причине ночи, так и по страху. Тогда Господь прежде всего ободряет их. Это я, говорит, который все могу. Ободритесь. По пламенной любви своей ко Христу. Петр желает тотчас приблизиться к Нему прежде прочих. Притом он веровал, что Иисус может не только сам ходить по водам, но и Ему дать эту возможность. И не сказал, повели мне ходить, но прийти к Тебе. Первое означало быть тщеславее, а второе – есть знак любви ко Христу. Показуя силу свою, Господь подослал Петру море. Но смотри, Петр, преодолев большую опасность, море, убоялся меньшего – ветра. Так слаба природа человеческая. А как скоро убоялся, тотчас начал тонуть. Значит, когда слабла вера, тогда последовало потопление Петра. Это научило и Его невысокомудрствовать и послужило к успокоению прочих учеников, которые, вероятно, позавидовали Петру. Кроме того, это показало, как выше их Христос, который так долго ходил по водам, между тем, как Петр едва не утонул. Показывая, что не ветер был виной утопания Петра, а малодушие его, Христос укращает не ветер, а малодушие Петра. Поэтому, когда поднял Петра и поставил на воду, ветру позволял еще дуть. Впрочем, несовершенно усомнился Петр, а несколько – частью. Насколько он убоялся, настолько и не веровал. А, взывая, Господи, спаси меня, врачевал тем свое неверие. Почему и называется не неверным, а маловерным. Тогда и бывшие на корабле освободились от страха, потому что ветер утих. Из сего, познав Иисуса, они исповедуют Божество Его. Ибо ходить по морю свойственно не человеку, а Богу, как и Давид говорит, «Путь твой в море, и стезя твоя в водах великих». Псалом 76, стих 20. По духовному объяснению, лодка означает землю, волнение, жизнь века сего, возмущаемая злыми духами, ночь – неведение. Христос предстал в четвертую стражу, то есть к концу веков. Первая стража есть завет Савраамом, вторая – закон Моисеев, третья – пророки, четвертая – пришествие Господа в уплоти. Он Сам спас нас обуреваемых в ночи неведения, когда пришел и пребывал с нами. Допознаем Его и поклонимся Ему, как Богу. Заметьте то, что случившееся с Петром на море предзнаменовало Его отречение, и следующее затем обращение и покаяние. Как в том случае, говорил Он, с дерзновением не отрекулся от тебя, так и здесь говорит, повели Мне прийти к тебе по воде. И как там Господь попустил Ему отречься, так и здесь попускает тонуть. Но как здесь Господь простер к Нему руку и не попустил утонуть, так и там посредством покаяния извлек Его из глубины отречения. Субтитры создавал DimaTorzok